Привет, вы маленький любитель экстремизма. Сегодня я нахожусь в своем скейт-парке, он не мой, это локал, как обычно тут. Короче, YouTube офигел в край и килл-страйки, вернее, отключил монетизацию на двух последних видосах, видосы, которые должны были выйти сегодня, в понедельник. Ну, я такой, блядь, что делать? Подал апелляцию, ничего в них плохого нету, никаких пневматиков, ничего. Поэтому сегодня я снимаю видео, которое выйдет уже во вторник, то есть завтра. Это будет мой скутерчек. Я просто поставил новые грипсы, окончательный мой вариант, потому что с этиками произошла проблема, а какая, вы услышите и увидите дальше. Сначала я раскатаюсь. Сначала я раскатаюсь. Я думаю, в принципе, можно уже начинать снимать скутерчек на мой самокат. Я уже достаточно раскатался, и мне есть что сказать про этот супер-купер-крутой самокат. Погнали! Что ж, привет, мой маленький любитель экстремизма. Дошло до того, что я снимаю, наконец, свой скутерчек. Что у меня там за детали стоят, какие детали стоят, почему я их выбрал, сейчас про все расскажу. На данный момент это лучший самокат, что только можно было собрать, по моему мнению. Вот, ну, по крайней мере, для меня. Пармалата не было, пришлось купить Lime & Fresh. Такие дела. Вот он, мой самокат. Давайте с самой верхом. Грипсы у меня стоят Nord Regatta. Цвета Wine Red. Винный-красный такой. Купил их я вчера, в субботу, в воскресенье. Почему? Потому что мои этики, они пошли по бороде, одним словом. Просто они начали рваться, начали сминаться. Короче, они не дают никакой амортизации и все такое. Поэтому пришлось поставить вот это. 800 рублей стоили. Классная штука, мне очень понравилось. Были такие же дистрикты, но я их не взял. Срок. Вот такие грипсы, 800 рублей стоили. Были такие же дистрикты, но они были чуть-чуть толще рисунок на них. Это, короче, как будто бы веревка. Очень удобно, на самом деле. Мне показалось, что они будут жить чуть-чуть больше, чем в дистрикте. Поэтому я именно их взял. Дальше. У меня стоит руль Комета Армагеддон с 8-ми градусным бэксвипом из первой партии. Это легко понять по вот этому рисунку. Вот. Потому что на второй партии он уже золотого цвета. У меня серебряного. Руль до безумия просто удобный. Я не могу ничего сказать про него плохого, прям честно. В нем ничего нет плохого. Он очень удобный. 73 в высоту, 61 в ширину. Я не пилил. Мне было лень. Появилась небольшая вмятинка. Я его очень сильно закинул в фонарный столб. Вон там стоит железный. Прям со всей силы. Тут есть вот такая небольшая вмятина, но она вообще незначительная. Там ездит трактор и пылит. Надеюсь, он не помешает нам. Что ж, руль стоил 6700. Руль стоил 6740 рублей. СКС, тилт. А я уже, правда, забыл. Риджит он называется. Вот. Сейчас он стоит около 6-7 тысяч рублей. Но это мой СКС уже два с половиной года. Серьезно. Ему два с половиной года. Короче, он у меня с самого его начала появления. Я его обменял, выменял. Вилка Nord 30 под 30 колеса подходит. 120 диаметром максимум. Короче, она у меня до безумия сильно гнута в штоке. В сторону. Очень сильно. Так что, если я кому-то из вас предложу меняться, не меняйтесь со мной. Я вас, скорее всего, обманываю. Она, короче, у меня специально покрашена. Я ее специально красил. Я уже расснимал про это видео. Вот. И у нее еще гнуты лапы. И этой вилке ровно год. Что очень интересно. Реально прям ровно год сегодняшнего дня. Дальше. Рулевая Vice Dreadset. Ей уже два года. Крутится нормально. Все круто, классно. Брал ее на Gizmania еще. Там уже ей трактор пылит и мешает мне снимать видео. К сожалению. Надеюсь, вы его не слышите. Хотя, скорее всего, вы его слышите. Так что, продолжим после небольшой паузы. Короче. Там вот только что проехал вот этот вот трактор. Который меня бесил. Который мешал мне снимать видео. И он очень сильно напылил. Я решил поэтому снять с рук сразу. Не мучиться. Все по-быстрому сделать. Короче. Остались у нас вот эти чудесные колесики. И вот эта чудесная палуба. Со шкуркой. Вот. Также еще что-нибудь расскажу интересного, возможно. Давайте начнем сначала с колесиков. Потому что колесиками стоят Eagle, Radix. И я считаю их лучшими, на самом деле. Потому что сколько бы я на этих колесах не поврасслайдил, они вообще не стираются. То есть, вот тут я в этом месте поврслайджу постоянно. На заднем колесе. Смотрите, что у меня тут происходит. Оно вообще не стерлось. Серьезно. Я не знаю, как это происходит, но потрясающие колеса. Лучшие. Стоили они, по-моему, всего 3,5 тысячи рублей для меня. Или даже 3 тысячи рублей всего лишь. Но я их взял по очень низкой цене в Кикмите. А еще зимой этой. На Новый год себе, так сказать, подарок сделал. Дальше. Дека Aztec 666. Я про нее уже кучу раз рассказывал. И расскажу про нее еще один раз. Почему я ее выбрал? Я ее очень много хейтил. Я помню, вы горели с этого. Я горел с этого. Но по итогу дека безумно удобная. Вообще безумно удобная. Я на этой доске, я не знаю как. Я сделал бэклип по периле в скат. Прикол в том, что, смотрите. Я не умею делать бэклип. О боже, какие страшные у меня грязные руки. Фу, блин. Это из-за вот этой пыльщики. Из-за вот этого пыльщика. Короче, по вот этой периле я не умею делать бэклип вообще. То есть, вот она низкая. Вот буквально, типа, сантиметров 30 от пола где-то. Вот, я по ней не умею делать бэклип. С этой доской я сделал по вот этой периле в скат бэклип. Я не знаю как, но, как видите, перила достаточно большая на самом деле. Достаточно высокая. Кажется, она маленькая, потому что я сейчас снимаю с объектива. С широкоугольного. На самом деле, она достаточно большая. Я не знаю, как это произошло, но я сделал бэклип. Также про фифты. Мне не страшно прыгать вообще на фифты. На периле теперь сюда, куда угодно туда. Вообще нету никаких страхов. В коупинге вообще с первого часа делаю спокойно бэкфифты. Как будто бы на фифту встаю. Потрясающая, удобная доска. Рекомендую всем ее к покупке, прям честно. Это 17 сантиметров счастья. Супер жирный стакан. И что, 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 что еще. Трещин в ней пока что нету. Вообще никаких нету трещин, как видите. Можете вот так посмотреть. Тут какое-то пятнышко есть просто небольшое. Но вообще трещин нету. Вот. Тут нету нигде. Под стаканом еще смотрел, нету. Криво наклеил шкурку, к сожалению. Подстерся тормоз у меня. Тормоз неудобный на самом деле. Весит то, что она закруглена. И она очень сильно царапается с боков. Смотрите, что у меня тут на дне. Она, как видите, вот. С бордов очень сильно стерлась. И с фифтов. Прям видны следы от фифтачей. Вот полоска целая идет. И вот тут такая же полоска. Чинки я на этой доске стараюсь не делать. Чинки только со стороны делаю. Как видите, я тут специально наклеил стикер, чтобы контролировать это. И, как видите, он очень сильно уже истерся весь. Дропауты слегка загнулись, на самом деле, кажется. Но на самом деле нет. Все с ними пока что хорошо. Живет она прекрасно. Трещин под тормозом нет. Вот тут пока что еще ничего не появилось. Никаких противных трещин. Под стаканом тоже ничего нет. Все хорошо. Грязный самокат, правда. Хоть и помыл сегодня, не отмывается вообще никак. Хоть ты убей. Короче, какой-то такой у меня самокат. Цена этого самоката сейчас на вашем экране. И на этот самокат я заработал сам с помощью этого канала. Так что спасибо, что смотрите эти мои видосы. Мне, правда, безумно приятно. Давайте сейчас сделаем пару проходочек. В слоумоушене я вам покажу под музычку свой новый самокат, который я сделал, собрал сам. Заработал на него деньги в свои 16 лет. Ну, сейчас мне уже 17 на самом деле. Но собрал этот самокат, когда мне было 16. Спасибо, приятного просмотра. Пока.